Так, опыт на чём-нибудь полёта есть? Только на ФПВ. На чём? На ФПВ. На ФПВ, понятно. Квадрик. Сейчас будет большой ФПВ. Здравствуйте, клубогважаемые любители лёдных видов спорта. Как водится очередной позитивный ролик, а вдвойне позитивный, потому что мы дарим подарок на день рождения. Снал о том, что ты полетишь на планере? Нет, я ещё час назад не знал, узнал только вообще полчаса назад. Это был сюрприз от моей жены. Мама, я в планере. Мы сегодня слетали замечательный маршрутик, далеко на север туда, в Италию, в общем, на большие высоты, в снега. И когда возвращались, я смотрю, время вроде как остаётся, вроде как осадки подходят к аэродрому. Думаю, ну не может же быть так, чтобы туча там вот эта нас накрыла. И туча, которая поливала всё снегом и дождём, она рассосалась. И как раз в этот момент входят Сергей и Саша на аэродром. И оп, я сразу в планер засунул и погнали. Так что сейчас снимем замечательный ролик, потому что я чувствую, настроение моё говорит о том, что мы точно пошалим. Сегодня нам обещали день с ливнями и осадками. И вот они действительно появились. Вот эта туча висит достаточно давно. Мы могли обойти её, возвращаясь вот через вот эту долину. Но нам было скучно, и мы пошли вот так вокруг. Её мы уже щупали, она не страшная. Потрогаем дождик, в общем, пошалим в власть. Вот это облако по переднему краю всасывает в себя огромную массу воздуха. Выкидывает вверх, дальше там наверху образуется где-то град. Этот град падает вниз, потом тает и образуются ливневые вот эти мощные осадки. А может, образуется какой-нибудь снег. Пока у нас нисходящие потоки, но сейчас я ожидаю такого пинка мощнейшего. И будем ходить по-африкански. Будет обидно, если мы сейчас провалимся и ничего там не будет. Здесь должен воздух лететь вверх. В бабки не ходить должен. Так, друзья, напишите, куда мне поворачивать, направо или налево? Налево или направо? Вот, смотрите, вот. Вот так вот делается африканский захлот. И раз мы сбросили скорость, у нас был избыток скорости. Соответственно, мы ее сбросили и сразу завинтились. В Африке так делают для того, чтобы не терять скорость на переходах. То есть ты входишь, подходишь к хорошему облаку и сразу чпок и завертелся. Друзья, мы уже почти под кромкой облака. Высота 2800 метров. И почему я не боюсь рядом с таким облаком набирать? Ну, что это планер. Он может дурить 200 км в час и улететь от этого ливня куда хочет. А вот на параплане я трижды задумался бы, потому что очень часто бывает, что вот этому ливневому облаку или хуже грозовому подтягивает горизонтально мощные, ну, большие массы воздуха. И именно есть горизонтальное движение. И параплан просто запирает. То есть скорости там 40-50 км в час, даже там на акселяторе 60 уже страшно. Просто может не хватить, чтобы уйти от вот этого чемодана, а развивается он стремительно. Ну, тут наша долина, мы взлетали, было все солнце. А сейчас посмотрите, как бодренько затянуло. И, кстати, может и у нас дождик пойти. Так что я внимательно наблюдаю, хоть я вам говорю, что все просто-препросто, но не совсем просто. Набираю я 2900, наверное, для того, чтобы иметь полностью, полную свободу в движении. То есть лететь куда хочу, у меня топлива высоты хватит на ближайшие там полчаса полета. Собственно, что и требуется. Заправка, полный бак, пожалуйста. Вот полный бак, пожалуйста, вот он у вас, виден. В облачность мы входить не будем. Мы чтим этот кодекс, ну, не уголовный, а визуально полетом. Отчаг осадков образовался еще один. Там как раз, где его не было еще. Хорошо, опускаем нос. Разгоняемся. И сейчас под вот этой вот страшной тучей немножко промчимся. О, как красиво озеро с речкой сверкают. Посмотрите, какой удачный кадр я поймал. Ух! Вот, осадки слева. Осадки справа. А мы посередине далеком коня. Ну, как видите, ничего страшного. Если бы, конечно, это облако было развито высоко, я бы первый бы включил... Так, планер навстречу идет. На каком-то линии не понимаю. Недалеко. Под нами прошел сильно ниже. Это мне вот, видите, компьютер подсказал, почему нельзя ездить в облако. Видите, как мы разминулись? Вот так. Пошел дождь. Ну, это нормально. Дождь и плюсики. Я бы, конечно, хотел показать Сергею радугу, но не уверен, что она будет. Тем более радуга, знаете, как в современном мире, особенно в одной стране, за радугу могут и посадить сейчас. Какой-нибудь дурак донос напишет, скажет, что Волков пропагандирует радугу, потому что она ему нравится. Ну, мне нравится действительно красиво, когда солнце светит в капельки вот в эти... Нашли же дебилы, которые для меня 7 доносов написали. Ну, вот и такие же наглядутся с радугой. Я думаю, что иногда в обществе людям больше делать нечего. То есть там принимается куча законов, лишь бы их принимать. Потому что здоровый общество само справится со всякими радугами и прочим. А не здоровая, вечно хочет каких-то себе дойти приключений. Так, ну что, мы прошли через зону осадков. Я не стал входить в сильные, потому что вы видите, поймали... Вот, черт, видно хорошо, лед на крыло уже поймали. Вот, здесь тоже видно, снежинки ловим. Вот снег, кстати, пошел снаружи. Сейчас должна быть радуга. Чую радугу. Ну, радуга. Так, солнце оттуда, значит, радуга должна быть сзади. Ну-ка, осмотрим, есть радуга? Зараза. Радуга. Кыс-кыс-кыс. Нету. Ну, может быть, дальше отлетим как-то. Все эти оптические явления, они достаточно хитрые, друзья. Эх, жалко. Хотелось радугу. Но я вам вставлю какую-нибудь красивую радугу из других видео. О-о-о! О-о-о! Вот это... Двойная шаровая радуга. Вот это вообще! О-о-о! Вырвите мне все глаза, я хочу это видеть еще. Высыпайте мне все эти перья. Подмывает меня еще раз пошалить. Вот так ведь можно и с волны свалиться совсем. Ну, такая жизнь. Пошалил в тюрьму. В ротора. Пошалил в ротора. Прорадугили всю высоту. Сейчас опять снизу через ротор. Как вы видите, я лечу по гряде облаков, рассчитывая немножко сохранять высоту за счет дельфина. Что такое дельфин? Вот сейчас скорость 120 и пошел плюсик. Я уменьшил скорость. И видите, прохожу восходящий поток на медленной скорости. То есть не хочу терять время набирать, потому что хочу прийти на снежные горы низко, чтобы покрасивее вам показать. С другой стороны, ну не хочу и совсем низко прийти. Поэтому вот такой дельфинчик. То есть сейчас я разогнался 150. И вот под следующим облаком опять ручку дернул, и будет все прекрасно. Наблюдаем, что там у нас дождем. Ну вот Пикбегур, кстати, чистый. Осадки перед ними. Перед ним и могут пойти на наш аэродром. Ну ничего страшного. Мы в дождь приземляться умеем. Шучу я. Как Беннадз говорит. Шучу я, шучу. Естественно, мы не будем приземляться в осадки. Я задним глазом смотрю на аэродром на каждом повороте. И смотрю, как там все вокруг. И обстановку эту, естественно, за 7 тысяч часов налета чувствую, знаю, что делаю. А сейчас у меня хорошее настроение, потому что, знаете, вот все получается. Вот приехал человек, бац, в лайнер, чпунь, в горы. Я вижу, как я смогу этот полет прямо весь выстроить. От этого мне весело, хорошо и классно. Так, летающая камера. Кстати, самое время немножечко пошалить. О, друзья, наша летающая камера. Надо ее включить и подготовить. Ну что, отправляем камеру за борт. Так, камера за бортом, как вы видите. Одна веревочка осталась. Я низковата, конечно, хотелось бы и повыше. Но тем лучше, тем веселее будет. Будем перевал проходить низко. Оттуда дует ветер просто, друзья. Прохожу через ротор. Сейчас меня долбанет восходящим потоком вверх. Оп. И сейчас моя цель. Вот эти горки дуют западный ветер. Сейчас мы вдоль этого хребта промчимся со страшной силой. Я стараюсь не делать виражей. По спирали больше не летать. Потому что, естественно, первый раз может пилота укачать. Второго. Поэтому буду летать дальше нежно, но весело. Думал ли ты увидеть снег? Нет. Нет? А он есть. А он есть, да. У вас же да, сюрприз устроило? Да. Вот наша тень чится. Сейчас она будет поближе. Сейчас я немножечко на грунт лягу. Оп. Как подводная лодка. Главное, не чтобы как комсомолец. И смотрим, есть ли восходящие потоки на этой бреде. Я вообще рассчитывал, что есть. Но знаете как? В жизни у нас что-то на многое можно рассчитывать. А потом смотришь и нет. Думаешь, есть? А оно нет. Ну, видите, я в данном случае мастерство не пропьешь. Вот. Ого-го, какой поточек веселый. Как нас вверх прет-то. Ну, друзья, смотрите, какие любимые мои скалы. Прямо реально любимые. Они уже подтаяли, конечно, изрядно. Вчера они были более михроватые такие. Но ничего. Как эти птицы там летают? Как им не страшно. Все не понимаю. Это Гренобольская долина. Это долина, которая за пик дебюром очень красивая. Везде здесь, конечно, можно ходить, путешествовать. Но я понимаю, что увидеть это вот так вот, не зная, полчаса назад, что ты полетишь на планере, должно быть прекрасно. Это просто крутяк. А жене спасибо. А жене огромное спасибо. Это просто невероятно. Я в полном восторге. Шо-шо, я шаба в шоке. Это, друзья, взлететь в 6 часов вечера и вот так вот дунуть. Иногда у нас погода там чуть ли не до 10 стоит. В чем сейчас нюанс? В том, что масса воздушная такая, ну, как перегретая. Холодно. Я хоть и в шортах летаю, но, в принципе, на улице не жарко. Но она нестабильная и она нагрета заряженной энергией. Сейчас эта энергия прет, как собственное настроение наше. Эгегей. Я надеюсь, что хвостовая камера снимает, потому что я сейчас буду шалить. Вы увидите это, работу пилотов. Потому что мои глаза на вас не смотрят. Они смотрят, куда я лечу. Внимательно рассчитывают траектории. Эх, прокачу. Смотри. Видишь, метеостанция. Там солнечная батарея. Сергей тоже увлекается солнечными батареями, как и я. У него тоже есть электростанция на балконе. Смотри, какое озеро. А, вода с этой стороны видна плохо. Город-герой Гренобль. Ну, не герой, просто город Гренобль. На горизонте. Видишь, три озера. А потом, бац, и Гренобль. Да, вот здесь, да. Да, сейчас мы вернемся на хребет. И подумаем, что мы будем делать дальше. Вон планерочек шпарит по хребту, домой возвращается. Смотрите. Он идет по наветренной стороне. Я залез в ротор. Ну, конечно, на параплане я бы себе такого не позволил никогда в жизни. Причем ветер приличный 28 км в час. Ну, в роторе, как известно, набирать, конечно, можно, но если осторожно. Как видите, сейчас какая красивая дрыда, вот мы под ней прошли, стоит. Мы по ней возвращаться будем. Сейчас вложусь на линию хребта. Везде прет. Увеличиваю скорость. Сейчас 150. Чтобы не подниматься выше. Чтобы наша летающая камера прошла максимально красиво над этим снегом. Ну, и, собственно, мы максимально низкая. Вот сейчас визуально будет метров 5. Оп. А может и ниже. Эть. Да. Ну, прет со страшной силой. Мне всегда нравится, вот как эти скалы уходят вниз с снегом. А потом бац, и зеленая травка. Ну, согласитесь, это великолепно смотрится. Вот 150. Сейчас буду, наверное, до 120 избрасывать, чтобы подняться повыше. Оп. Заодно и поток. И пройдем сейчас над самой вершинкой. Чуть легкий крен влево. Чтоб не имблога. И вот тут какой-то то ли крест, то ли что, то ли камни. Оп. Ю-ху! Ха-ха-ха-ха! Так, сейчас один и раши, обратный проход. Чтобы на летающую камеру попали красивые ракурсы. Ты счастливый человек, я считаю. Я хочу. Друзья, давайте в комментариях Сергею дружно позавидуем. Ну, в хорошем смысле этого слова. Что у него такая чудесная жена, которая умудрилась сделать такой потрясающий сюрприз. Ну, я сам люблю сюрпризы. Но, знаете, я больше всего люблю, когда сюрпризы еще и получаются. Как в данном случае. Когда бац! И вот такой сюрприз. Кстати, хорошая тема. Давайте обсудим, какие кто любит сюрпризы. Вот вам эта вершинка. Так она смотрится, кстати, не очень. Какая-то дырка там. Пещера. Это повторная вершинка. Вот сюда, кстати, вы как-то здесь видели альпиниста. Он тут лазил. Вечерело. Нам еще ужин готовить. Дома сын ждет. Говорит, папа, передай мне всегда привет с неба и скажи, что ты ко мне летишь. Макса, я к тебе лечу. На скорости 200 км в час. Макса, смотри. Вот какая гора. Я прям рядышком с этой горой лечу к тебе. Эх! О! Планер. Друзья, смотрите, планер еще прилетел. Сейчас мы с ним вместе пошалим. Сейчас над ним пролечу, чтобы его летающая камера тоже взяла. Свои объятия. Опа! Планерочек. Вот с этого ракурса, конечно, безумно вся наша эта система смотрится, по которой мы гоняли. Только что пролетел опять же планер. А давайте попробуем, его чуть догоним. Вот наш коллега. На ваших голубых экранах. Вот это ракурсы очень красивые. Одно дело, когда ты летаешь сам, как дурак. А другое дело, когда снимаешь кого-то. Вот он будет радоваться, когда попадет на ваши голубые экраны. Смотрите, как красиво смотрится. Зачем планерам какие-нибудь носики красненькие? Вот как раз для этого, чтобы можно было видеть их на фоне снега. Кажется, что мы близко летим, друзья. А вот кто летит действительно близко. Красавец. Просто бомба. Я сейчас его пропущу вперед. И попробую немножко на хвост выйти с летающей камерой. Чтобы она отсняла, что у нас два человека летит. Ну и загонять его, понимаете, так сказать, в скалу тоже не хочется. Просто вот, 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 вот они кадры. Кадры дня, друзья. Я ниже него теперь. Надеюсь, его цепляет наша камера. Ау. Вау. Я же говорил, что это будет просто невероятный полет. Это прям гигантская удача. И так вот встретиться с очень красивым планером, который очень грамотно летит, тоже двухместный. А мы летим домой, и у нас там идет дождь. Я его уже видел. Не знаю уже, в какой раз я вам опять снимаю эти скалы. Теперь уже чуть ниже. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот, и я что люблю делать, всегда в дырочку нырнуть. Смотрите, видите, дырочка такая. Я вообще сейчас поворачиваю. И вот в эту часть склона, посмотрим, как летающая камера на это отреагирует. На вот этот калуарчик. Эх, так, конечно, делать не нужно. В том смысле, что сейчас будет турбулентность. Ну, с другой стороны, ладно. Не было турбулентности, обманул я вас. Ой, как красиво вот эти снежные все. Это ветром все выглядело так, друзья. Это мистра льду. И вот эти вот волны, это ветер. Вот сейчас должна появиться тень от нас на скале, и мы перепрыгнем скалу. И сразу в разворот. Чпунь. Ой. Даже меня укачало, друзья. Пусть то что у меня фестибулярный аппарат крепкий, но и то вот это вот постоянное вжил-вжил. Тем более постоянно смотришь то наружу, то на камеру, то еще куда-нибудь. Траектория, все. Так уже. Вы спросите, Волков, а кто моет планера обычно? Конечно, студенты. Я показываю как, а дальше они моют планер. А на сегодня уникальный случай, мы можем помыть планер под дождем. Сейчас мы туда на долете долетим. И вымоем супы, смоем. Мух размочим. Если вы присмотритесь, то там достаточно большое количество мух на крылья прилипло. Эти мухи ухудшают родильническое качество планера. Ухудшают настолько, что я вам сейчас покажу. Мухочистилки. Они выпускаются на крыло. То есть они на крыле есть. У нас там стоят специальные машинки, которые заставляют эту штуку... Ну, она открывается, и дальше под набегающим потоком идет на дальний край крыла, срезая головки мух. А потом идет назад. Но назад ее уже моторчики электрически тянет, и не такая крутилка. Вот как выглядит дождь. Ну, ничего такого особенного. Космочки такие летят вниз. Скорость снижения сейчас 2 метра в секунду. Сейчас посмотрим, сколько в дожде, потому что в дожде каждая капелька улекает за собой воздух. И, по идее, должен быть нисходящий поток. И, конечно, не могу вам не показать изумруд полей. Вот вы посмотрите, какой цвет. Это молодая зелень, я так понимаю, пшеница. Или что-то в этом роде. Но вот в этом солнце уже низком, как оно смотрится красиво. Безумные совершенно краски. Никакого... Я никогда не редактирую видео в смысле цветокоррекции. Все как есть на самом деле. Ну, как я вам обещал, стрелка легла на минус 5. Это мы еще до дождя не долетели. А уже как поливает. Вот там справа я вижу освещенную часть дождя. Вот там как раз должна быть радуга. Вот он, дождь. О! Все как положено. Так, а мы за радугой. Так, сейчас мы как только дойдем до того места, где солнышко начнет светить, появится радуга. Так, высота 1500. Мне даже дрома хватает. Что самое главное, не заиграться и не приземлиться на поляну с этой радугой. Вот, солнце уже выходит. Вот, до него осталось чуть-чуть. Я подхожу к склону. И на обратном курсе, по идее, мы должны увидеть радугу. Как бы назад заглянуть, а, друзья? Видите, как капли красивых фигачек. Как звездных войнок. Я иду мордой прямо в склон. Это мне не очень нравится. Давайте на правом кругу я развернусь. Мне кажется, с такого ракурса будет несколько красивее. Оп, ну, радуга. Пожалуйста. Нету. А, есть кусочек! Вот он! Смотрите! Есть радуга! Значит, мы молодцы. Смотри, как хорошо. Вот мы сейчас полетим, по идее, она должна побежать вместе с нами. Так, высота 1450. Слабенькая радуга, друзья. Видимо, такая освещенность. Но все-таки, все-таки она есть. И мы сейчас со стороны солнца движемся навстречу радуге. И фактически идем на посадку очень быстро, потому что ой-ой-ой, у нас сзади эта камера летающая. Вот это вот приключение. Так, я тебе буду сейчас срочно учить управление планером. Смотри, ручку держишь и ничего не делаешь. А я камеру сматываю. Друзья, как паук, я обмотан вот этими всеми веревочками от летающей камеры. Что там колдун показывает? Колдун показывает 90 градусов, ну, 60 градусов ветер. Действительно, компонент северный есть попутный, поэтому заход будет не самым простым, ну, и не очень-то сложным. Салаватин-директор далмин клянувшал. Ну, и дальше смотрю, ветер 97 километров в час при 120. Ну, похоже, что встречность составляет еще 28 километров в час сейчас есть. Откуда она? Воздух падает вниз, вот там, в конце долины, и оттуда идет до нас. Все, как у Ка-Классики. То есть, будем сейчас садиться, с попутным ветром. Ну, ничего в этом страшного, зато до ангара пешком не пойдем. Шасси у меня выпущено, заплывок у меня в нормальном положении. Сейчас на лейдинг поставлю, чтобы сопротивление побольше было. Новорачиваю на ось полосы, высота небольшая, то есть, ошибиться я уже кардинально не могу, даже если попутный ветер, я спокойненько весь этот аэродром, в смысле, не пролечу его, а нормально на нем приземлюсь. Так, сейчас я даже убрал воздушные тормоза, чтобы подлететь поближе, чтобы пешком потом не бегать долго. Медленнее, 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 еще, еще, тут были, а то есть, присутствуют, козла сделали хорошего. И простая посадочка получилась. Сейчас главное красиво подъехать к ангару. Мне позориться, ангар закрыт, как я говорю в каждом видео, приглашаю открывателей ангара, будете летать, и открывает ангар. Красота. Ну, конь-огонь. Доволен, должен быть, мы в дождь попали и радугу засняли. Да. Систяк, вообще. Ну, такой сюрприз. Саша, расскажи, пожалуйста, как тебе предвозник идея подарить такой подарок чудесный. Ну, мы смотрим твои видео за ужином обычно. А тут вроде день рождения близится. Ну, я и думаю, вот. Да. Ну, королевский подарок. Все, высовывай лапу. Вот тебе облако. Эхей! Вау! Ну, как, мокрое? Нет. Сухое? А, нет, немножко. Немножко, да. Как в баде. Ну что, полетели, покажу теперь водопады Александра и Сергей Они любят путешествовать С палатками И сейчас я вам покажу места, куда они пойдут на днях Погулять по горам Может быть удастся нам прорваться к водопаду Он сейчас там закрыт облачностью, но не важно Водопадом это назвать сложно уже Но поверь, откуда вода капает Смотрите, когда вам мечтать летать Мечтайте, и ваши мечты сбудутся До новых встреч, глубоко уважаемые любители Летных видов спорта До новых позитивных роликов Все, снято